В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Народный артист России Дмитрий Маликов провел урок музыки в детской школе искусств города Видное. Общение с детьми очень заряжает. Я понимаю, что день прожить может быть не зря. Воспитанники детского сада «Жар-птица» вступили в гагаринский отряд. Конечно, они еще очень маленькие, но главное сделать первый шаг. В пенатой юности моей в музее-заповеднике Горки Ленинский открылась новая выставка. Девочки, конечно, в первую очередь воспитывались как матери будущей, как хозяйки. Народный артист России Дмитрий Маликов провел урок музыки в детской школе искусств города Видное. Во время творческой встречи у юных музыкантов была возможность выступить на одной сцене вместе с известным певцом и композитором. Подробнее расскажет Наталья Буслаева. В Видновской детской школе искусств постоянно проходят мастер-классы известных музыкантов. Очередной урок музыки провел народный артист России Дмитрий Маликов. Это второй приезд Дмитрия Маликова «Видное» в рамках образовательного авторского проекта «Уроки музыки», который стартовал в 2012 году. Народный артист провел уже более 50 мастер-классов для учащихся музыкальных школ в разных городах. В преддверии Дня учителя сегодня с нами и с нашими детьми талантливый наставник, педагог, просветитель, человек, который несет эти особенные какие-то музыкальные возможности детям. Передавать мастерство из рук в руки – это настолько, ну я не знаю, важно и ценно. Мероприятие проходило в Большом зале детской школы искусств. Во время встречи певец и музыкант рассказал ребятам о своем творческом пути, как сам учился играть на фортепиано, что любовь к инструменту пришла не сразу. И в детстве он часто сбегал с уроков, но благодаря настойчивости отца все же получил классическое музыкальное образование. Общение с детьми, оно очень заряжает, и ты понимаешь, что день прожит, может быть, не зря с такой встречи. Поэтому каждый день надо пытаться сделать что-то хорошее. Это может быть не обязательно такая встреча, может быть, концерт, это может быть написание музыки, общение с друзьями. Но вот хочется жить такой полной жизнью. Поэтому я практически весь октябрь наметил на такие встречи в Подмосковье именно. У юных музыкантов в этот вечер была прекрасная возможность продемонстрировать свой талант и выступить на одной сцене с известным артистом. Сыграть на инструменте или спеть под аккомпанемент Дмитрия Маликова и даже выступить в дуэте на двух роялях, как получилось у Анастасии Васильевой. Вместе они исполнили произведение «Ночь в Мадриде». Софья Кургачева обучается игре на саксофоне уже три года. Номер для совместного выступления с известным артистом репетировала три недели. Девочка признается, что очень волновалась перед концертом. Я впервые, можно так сказать, вижу звезду. Я, правда, до этого вне города видела разных звезд, но для меня эта встреча самая важная. Дмитрий надеется, что его уроки музыки вдохновят юные дарования продолжать заниматься искусством. Спасибо большое, хочется сказать вам, за то, что вы привлекаете детей к музыке, за то, что вы продвигаете идею вообще музыкального образования. Мероприятие продолжилось небольшим концертом. Танцевали и подпевали артисту все без исключения. Дмитрий Маликов пообещал приехать «Видное» еще раз и попрощался совсем ненадолго. А только «До завтра», «Далерный комплекс ковзаик», «Я не считаю пустейком», «Часы с тобой вдвоем», «Не думай о плохом». Нотарья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Воспитанники детского сада «Жар-птица» вступили в гагаринский отряд, который несколько лет назад был создан на базе музея космонавтики Лопатинской школы. О тех, кто живет мечтами о небе, расскажет Юлия Багасьян. Лопатинская школа была открыта 12 апреля. Символичная дата подтолкнула руководство учреждения создать здесь музей космонавтики. Чуть позже появился и первый гагаринский отряд, где сегодня состоят сотни ребят. Проект поддержали представители Русского космического общества. Отряды начали образовываться и в местных детских садах. Конечно, они еще очень маленькие, но главное сделать первый шаг. Мы сегодня сказали о том, что надо творить добро. И вы знаете, мне кажется, что вот это зернышко, которое мы сегодня заранили, оно вырастет в цветущее какое-то дерево рано или поздно. Потому что учить делать добро надо детей с самого раннего возраста. А почему Юрий Гагарин? Наверное, потому что вот эта улыбка Юрия Гагарина, известная на весь мир, она является, наверное, олицетворением добра и открытости нашей страны всему миру. На днях в ряды юных космонавтов вступили воспитанники детского сада «Жарптица». К торжественному посвящению в Гагаринце ребята отнеслись ответственно. Прежде чем зачитать клятву, прошли несколько испытаний на ловкость и внимательность. В Гагаринских отрядах хорошо развит институт наставничества. И старшие ребята всегда готовы прийти на помощь новоиспеченным коллегам по космическому цеху. Чтобы познакомиться и поделиться опытом, праздник посетили ученики Лопатинской школы, которые в отряде состоят не первый год. Мне понравилось, как детский сад. Прямо так дисциплированно подошел к этому. Достойные кандидаты. Прямо ответственно подошли к этому, подготовились. Мы добрые, мы помогаем всем. Даже в школе нашей, например, кто-то не узнает тему. Вот как Юрий Гагарин, он же помогал, кто не знал, например, как решить задачу. Он помогал, объяснял задачу. Вот так же ему. Многие ребята настолько вдохновляются деятельностью отряда, что строят планы связать жизнь с космосом. В этом детям помогают представители русского космического общества. У нас есть преемственности. Ребята, которые заканчивают школу, идут в вузы. У нас есть замечательная программа, которая объединяет все вузы космических специальностей. Мы даем информацию, помогаем ребятам. Мы понимаем, ребятам рассказываем о том, что чтобы полетел в космос Юрий Гагарин, трудились не только инженеры, не только наши теоретики и практики, но и вся промышленная машина Советского Союза. Быть гагаринцем – звание почетное, но очень ответственное. Ребята занимаются волонтерством, высаживают деревья. Проект продолжает развиваться и обзаводиться новыми, интересными для детей направлениями деятельности. Юлия Погасьян, Крилова Новая, Гасадовская. Видно этого. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась новая выставка, получившая название «Пенаты юности моей». Она рассказывает о традициях воспитания подрастающего поколения в загородных усадьбах. Одну из первых экспозицию посетила наша съемочная группа, прикоснулся к истории Максим Козлов. Тема педагогики и воспитания детей часто поднималась в различных экспозициях музея-заповедника, ведь жена Владимира Ленина, Надежда Константиновна Крупская, стояла у истоков народного образования молодой республики. Пришло время заглянуть в дореволюционную эпоху. Из усадеб вышли многие поэты, писатели, музыканты и прочие видные деятели, как политики какие-то, управленцы государственные, так и деятели искусств. И здесь, конечно, мы можем с вами видеть какие-то предметы, которые влияли на процесс становления человека как личности. Автор выставки Евгения Снеговская отмечает, что предметом изучения в данном случае стали не аспекты образования, а атмосфера, в которой вырастал ребенок. Несколько экспонатов посетители увидят впервые. Очень интересный вот этот альбом, тоже экспонируется он впервые, на 1914 год. Интересен он тем, что внутри на каждом листе написано послание владелицы, для которой пишется этот альбом. Ну, как сегодня мы бы сказали, это некая анкета или что-то подобное, то, что собирали друзья для своей подруги. Выставка получила название «Пенаты юности моей» и условно разделена на две части воспитания мальчиков и воспитания девочек. Девочки, конечно, в первую очередь воспитывались как матери будущей, как хозяйки, как продолжатели неких традиций, ремесел, которые использовались в усадьбах и были частью дворянского быта. Мальчики воспитывались в атмосфере служения Родине, и в них прежде всего пестовались лидерские качества характера. На выставке представлены редкие образцы холодного оружия. Из частного собрания. Это образцы войны 1812 года, период Наполеоновских войн. Это Франция. Абсолютно уникальный экспонат. У нас есть заключение экспертов на данные сабли, данные виды оружия. Здесь же открытки того же периода. Выставка расположена в южном флигеле усадьбы Горки и будет работать три месяца. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Они грациозны, умны, преданные, обладают редким даром лечить людские тела и души. Речь о лошадях, надежных друзьях и помощниках человека с древнейших времен. Пообщаться с этими удивительными созданиями в Ленинском городском округе можно на конной базе «Казачий дозор», куда мы и отправились. Каждая встреча Ольги Сорокиной и жеребца Гамберга на конной базе «Казачий дозор» начинается с угощения и гигиенических процедур. Крючкование, специальные чистки копыт и вычесывание. Помимо своей основной функции, это еще и прекрасная возможность поддерживать доверительные отношения с лошадью. Они знакомы уже больше года, за которые успели привыкнуть и изучить друг друга. Гамберг – чистокровный арабский мерин. Как, в принципе, многие арабы, достаточно горячая лошадь, но при этом в нем присутствует спокойный темперамент. То есть он достаточно очень ласковый, очень отзывчивый, очень понимающий конь. Агрессии в нем никакой нет. Ну, если захотим поиграться, то мы, конечно, поиграемся. Занятие верховой ездой для Ольги – не только спортивный интерес. Девушка мечтает когда-нибудь принять участие в настоящих серьезных соревнованиях. Ну и своеобразная психологическая терапия. Для того, чтобы знать азы, для того, чтобы понимать, как балансировать на лошади, как держаться, как правильно, грамотно общаться с лошадью, понимать ее эмоциональный фон. Для того, чтобы расслабляться самой, потому что сейчас очень, в принципе, в мире тяжело и напряжено, и хочется где-то отдохнуть, получить отдушину. Так как всю жизнь, в принципе, с лошадьми, для меня отдушины – это лошади были. Кстати, еще Гиппократ в своих научных трудах писал о том, что с помощью верховой езды и общения с лошадьми можно лечить многие заболевания, как физические, так и психологические. Это и мышечный весь каркас рабочий, это эмоциональное успокоение души, это антистресс, можно сказать, да. То есть, когда человеку хочется просто отдохнуть морально, можно приехать к лошади и действительно получить невероятное удовольствие. Во время верховой езды работают практически все группы мышц, улучшается кровоснабжение, в том числе головного мозга. Именно поэтому ипотерапию часто рекомендуют в качестве реабилитации при множестве заболеваний и после травм. Есть профессиональный ипотерапевт и на конной базе «Казачий дозор». Ипотерапия – это, по большей части, контакт с лошадью, это шаговые нагрузки. Это не рысь, не голоб, именно только шагом, где на лошади они просто расслабляются и получают моральное удовлетворение. Ну а тех, кто хочет заниматься верховой ездой на более серьезном уровне, опытные тренеры могут научить основным приемам передвижения на лошади – шагу, рыси, голопу и кавалетти. Причем возраст значения не имеет. Тренироваться могут как пенсионеры, так и дети старше трех лет. Главное – не иметь медицинских противопоказаний. И, конечно же, любить лошадей. А не любить их невозможно. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно ЭТВ. Показ необычных шляп прошел в музее-заповеднике «Горки-Ленинский», где открылся четвертый семейный фестиваль «Шапка-фест». Гости из разных уголков региона привезли с собой яркие, необычные головные уборы. Екатерина Коваленко убедилась – все дело в шляпе. Десятки невероятных шляп и головных уборов можно было увидеть на четвертом семейном фестивале «Шапка-фест». Традиционно он проводится в музее-заповеднике «Горки-Ленинский». Элегантные экстравагантные шляпы прекрасно смотрятся в антураже английского и французского парков и исторической полюстрады. У нас достаточно уже такая публика своя. Мы бы сказали, к нам ездят уже те, кто знает, как у нас проходит мероприятие. Мы очень рады всегда приветствовать здесь Лигу мастеров из Домодедова, просто мастеров, которые приезжают и предлагают свои работы. Активности на фестивале на любой вкус. Мастер-классы, выставка продажа головных уборов, ярмарка и шапка-концерт, специальная фотозона с множеством шляп. Все дело в шляпе. Этот небольшой аксессуар не только задает тон всему образу, но даже позволяет немножко путешествовать по времени. Вот это, мне кажется, года 80-е. Это что-то современное. А эта шляпка явно века из 19-го. Светлана Косолапова с удовольствием надела старинный костюм, не забыв, конечно, о шляпке. Образ, кстати, точь-в-точь, как в журналах «Модный курьер» и «Вестник моды» более чем вековой давности. Женщина признается, что и в повседневной жизни не забывает о головных уборах. Женщина в шляпе, она выглядит по-особенному. Она очень женственная, она очень притягательная, так скажем. Я думаю, что все мужчины будут заглядываться, если вот… Ну и так и есть. Женщина идет одна в шляпе, все на нее смотрят и оборачиваются. Это должно быть сейчас в моде. Главной изюминкой фестиваля стала шляпная дефиле, где участники продемонстрировали креативные головные уборы, созданные своими руками. В этом году лучшим признали творение под названием «Карнавал» авторства Натальи Муртищевой. По ее словам, несмотря на внушительные размеры шляпы, носится она легко и, самое главное, азартно. Идея родилась быстро, но чтобы ее собрать, пришлось так немножечко потрудиться, там, поискать маски, потом ее закрепить на шляпе, потому что, ну, она должна держаться, да, а не так, чтобы она развалилась вся. Ну, недельку, наверное, думала, ждала материала, и вот за неделю, наверное, она у меня соорудилась. Завершился шапка-фест награждением победителей. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!